всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия сегодня я предлагаю вам вместе со мной связать вот такой изысканный узор с вытянутыми петлями смотрится он шикарно а вяжется очень просто в нем используются только лицевые и изнаночные петли плюс прием вытянутой петли раппорт узора 8 петель и 8 рядов скорее берите пряжу и спицы будем вязать вместе и так для того чтобы начать вязать нам этот красивый узор нам нужно набрать петли кратно 4 плюс 2 кромочные петли и провязать 4 ряда теперь смотрите первую петлю мы снимаем это у нас кромочная дальше отступаем 2 петли и вот здесь вот спускаемся вниз в петельку первого ряда захватываем рабочую нить и вытягиваем вот такую длинную петлю старайтесь ее не тянуть чтобы она потом у нас ничего не стягивала далее мы провязываем 4 лицевых петли вот так теперь снова ныряем спицей в это же отверстие в эту же петельку и достаем вторую петлю на противоположную сторону вот такой такая вот галочка из длинных петелек у нас с вами получилось дальше отсчитываем еще две петли находим петельку в первом ряду куда мы будем нырять заводим туда спицу захватываем нить и вытягиваем длинную петлю провязываем еще 4 петли и ныряем в эту же петлю за рабочей ниточкой еще раз вот видите у нас уже две вот таких вот галочки получилось все так и продолжаем дальше вяжется этот узор очень просто главное сильно не стягивать ниточку и делаем последнюю вытянуть петлю в этом ряду провязываем кромочную вот что у нас должно получиться это у нас был первый ряд дальше мы вяжем второй ряд следующем ряду у нас все петли будут изнаночные только нам нужно вот эти длинные вытянутые петли провязать с петельками которую стоят рядом с ними и мы вот так вот две петли провязываем изнаночной дальше две петельки просто вяжем изнаночной а вот эти две посмотрите если мы провяжем как обычно у нас петля окажется вот под этой маленькой петелькой и это будет некрасиво выглядит поэтому смотрите что мы делаем мы берем и вот так вот переворачиваем вот теперь когда мы их провяжем у нас петля будет наверху видите поэтому первую петлю вытянутую мы провязываем не переворачивая а вот эти две петельки мы делаем разворот так вяжем следующий ряд он провязываются у нас лицевыми петлями полностью в изнаночном ряду мы также провязываем все петли изнаночными представляете снимала для вас вот эту вторую часть рапорта и файл оказался испорченным поэтому у вас это будет пятый ряд который вот здесь находится а у меня уже какой я не знаю не считала но он выглядит точно также смотрите первую петлю кромочную мы снимаем и вот здесь нам с вами нужно зайти между вот этими вытянутыми петлями здесь уже у нас такие отверстия образовались поэтому нам теперь будет легко искать место куда завести спицу провязываем две петли нам нужно чтобы у нас произошел сдвиг небольшой до рисунка поэтому мы сначала две петли провязали и вот здесь вот я зайду вот сюда отсюда достану первую петельку затем вот сюда между двух вытянутых петель далее провязываем 4 лицевых 4 то есть вот видите что у нас получилось снова заходим вот в это место прям побольше эту петлю вытягивайте не бойтесь придерживаем ее в следующую заходим провязываем 4 лицевых петли и таким образом мы вяжем до конца ряда вот у нас осталось две петли перед кромочной достаем вытянутую петлю вот из этого места и заходим вот сюда то есть рядом вот с этой вытянутой петлю и крайней тягиваем их прямо так чтобы они были побольше провязываем эти две петли оставшиеся и кромочную теперь в изнаночном ряду точно так же как и провязывали во втором ряду вяжем изнаночными петлями и вот эти вот петельки мы либо переворачиваем либо провязываем вот так вот за заднюю стенку ту которая у нас правее в узоре я провязываю за переднюю стенку а ту которая левее провязываю за заднюю стенку либо также переворачиваете то есть вначале мы не переворачиваем 2 изнаночных и вот эти вот развернули и провязали так чтобы вам было привычнее итак шестой ряд мы провязали теперь у нас седьмой идет ряд ряд лицевыми петлями и 8 ряд изнаночными я уже не буду его показывать в итоге вот такое красивое полотно с вытянутыми петлями у нас получилось использовать такой рисунок можно например кофточку на пуговках связать или кардиган для шапок конечно же она не подойдет здесь слишком много перфорации вот так вот выглядит у нас с обратной стороны такая геометрия здесь с четкими линиями используйте эту схему своих работах а у меня на сегодня все с вами была юлия и мой факультет рукоделия ровных всем петелек пока пока